МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шеф, у меня проблема. Мне очень срочно нужен партнер. Луи, я боюсь, в этом тебе помочь не смогу. Ну, нет, ты парень симпатичный. Я один не справлюсь. Очень большой заказ на банкет. Круасяны, тарталетки и торт на 40 человек. А, тебе нужен помощник. Луи, помощник. Луи, ты получил русский язык, а то попадешь когда-нибудь. Ладно, все. О, Агузик, иди-ка сюда. Но, только не он. Он же не может отличить тарталетки от бламажей. Чего-чего? А ты до Саафа, от Осавехи, можешь отличить? Решено. Луи, Макс, сегодня твой партнер. Помощник. Приятного аппетита. Спасибо. Настя, ты почему опаздываешь? Я была на акции. На какой акции? Подойди сюда. Настя. Я была на акции. Спасем наших полосатых друзей. Мы против того, чтобы наших полосатых животных, беглых зверюшек, енотика, пиросомаха. Понятно, понятно, тихо. Слушаем меня. Сейчас идем, переодеваемся, снимаем весь этот маскарад. Начинаем исполнять. Быстро. Тетя Вика, тетя Вика. Ой, Алиска, привет, моя хорошая. Привет. 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 Где моя помада? Это не денег, а пастрофа какая-то. У меня машина опять сломалась. А мне няня заявляет. У меня 39, я не выйду. Как она вообще может не выйти, когда ей 40 штук плачу? Потише с игрой. Послушай, можно она сегодня у тебя останется? Да ты что, с ума сошла? Ты же знаешь, Алиса, у меня еще сегодня банкет. А ты тебе вообще никаких неприятностей не доставить, обещаю. Мам, смотри, это ты. О, а вот и твоя помада. Так, ну-ка прекрати, пожалуйста, прекрати. Оля, Артем, поменяйте скатерть. Алиса, иди сюда. Послушай, на пару часиков, всего до шести. Ага, до шести, Таня, шесть. Шесть часик. Вик, кому я могу доверить своего ребенка, как на своей сестре? О, Господи. Ладно, что-нибудь придумаю. Спасибо. Спасибо тебе. Ты к нему зайдешь? К нему? Нет, а зачем? А зря. Папа! А я сижу и думаю, когда ко мне любимая жена зайдет. Мам, целуй, папа. Бывшая жена. Поправилась ли? Да. В-третьих, не воровать рецепты Луи. А что такое? И в-четвертых, ничего не трогать. Понятно? Повтор. Лай, а что ты выпендриваешься? Ты же просто кондитер. Готовишь тут какие-то десертики, а строишься шеф-повара. Что? Сейчас мы посмотреть, как ты готовишь. Какие-то десертики. А теперь надо поймать эту мышку и отдать ее кодику, чтобы он ей откусил голову. За каждую мышку дает 10 очков. Какая интересная игра. Какие умные дети. Да уж помни о некоторых взрослых. Ладно, Виколь, вот ее вещи до вечера. Я не понял, дорогая, в чем дело? Понимаешь, милые, у меня дела, и поэтому Алиса побудет с тетей. А почему с тетей, а не с папой? Любимая. Потому что папа один раз уже бросил свою родную дочь. А пусть Алиса решит, с кем ей остаться. Алиса, ты хочешь остаться с папой или с теткой Викой? Тетя Вика, я тебя так люблю. Но останусь с папой. Ну вот и решили. Иди ко мне, маленькая. Иди, иди, я тебе шоколадку дам. Ей нельзя шоколадку. Я знаю. Вика, до вечера. Восемь буду. Так. Восемь? Значит. Таня! Таня! Субтитры сделал DimaTorzok Шеф, ну там еще два блюда от шефа требовать. Лев, не видишь, я занят. Я с дочерью играю. Пап, смотри, я похожа на тебя? Конечно, солнышко. А мама говорит, слава богу, что я на тебя не похожа. Это она так шутит. Не обращай внимания. Лев, ты уже достал. Сиди здесь. Смотри за Алисой. Алиса, поиграй с дядей Левой. Глаз с нее не спускай. И не давай шоколад. У нее аллергия. Давай играть. Может, лучше просто посидим? Я папе скажу, он тебя уволит. Давай. Во что будем играть? Прятки. Ладно. А кто будет прятаться, ты или я? Конечно, я. Тебя такого длинного нигде не спрячешь. Закрывай глаза, считай до ста. Эй, медленней. Я же маленькая. Раз, два, три, четыре. И вот это все мы должны приготовить. Не мы, а ты. Я буду тебе командовать. Я немножко художник. Перед тем, как делать свой шедевр, я его рисую. Это будет наш торт. Это эмблема банка. Сегодня ему один год. Это президент и вице-президент. Николай Аборис. Николай Блондин. Поэтому тут будет белый шоколад. Логично. Смотреть родинка Аборис. Родинка я делаю из изюм. То есть у Борис будет свой изюминка. Так ведь говорят по-русски? Ну что же, начнем. Вуаля. Заходи. Здесь, ты говоришь, твой папа работает? Да, мой папа повар. Который из них? А ты угадала, он самый красивый и самый добрый. Олеся! Хо-хо-хо! Так это вы, значит. Самый красивый и самый добрый. А по мне не видно? Ты где была? Я гуляла. Она пряталась у нас за мусорным баком около ресторана. А я бы никогда не подумала, что у вас есть дочь. Представь себе. Может, у вас и жена имеется? А что, для дочери обязательно нужна жена? Ну вы же не Филипп Киркоров. Ладно, до свидания, пока. 98, 99, 100. Лёва, я тебя убью. Я ж тебе сказал следить за Алисой. Но мы играли. Послушай, ты двухметровый лось, ну почему у тебя выросло всё, кроме мозгов? Всё, иди работай. Лёва, иди работай! Всё, Алиса, больше я тебя не отпущу ни на шаг. Шеф. Что? Продукты привезли, но надо принять. А без меня никак? Могу я принять. Э-э-э! Я сейчас приду. А спорим, ты не присидишь? Вот здесь 10 минут без движения. Спорим на тысячу. Без движения. Спорим. Алиса. Быстрее, быстрее. Уже пора добавлять яйца. Обычно, как делать начинку сразу, то есть ты брать пудру из гусенка. Аккуратно, аккуратно, равномерно, чтобы без комочков. И разогреть шоколад. Блин, сколько всего? О, ничего, тебе же это готовить ка-кей, это дешертики. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Телефон. Алло? Нет. 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 А где мой нож? Смотри, я как папа. Инвалиды, инвалиды. Шеф! Шеф, еще бы несколько секунд, и я мог бы пострадать от вашей дочери. Узнал бы, пришел бы попозже. Работает. Алиса, что мне с тобой делать? Если я опять уйду, ты снова куда-нибудь сбежишь? Ладно. Тетя Вика! Вот, все уши меня прожижало. Хочу к тете Вике. На мне сейчас встречать гостей, видите? Неужели ты не хочешь побыть с любимой племянницей? Вот, отлично. Давай играть в прятки. О, Боже. Костя, это французский псих попросил коняк, как всегда. Сказал, ты знаешь. Костя, налей водички, пожалуйста. Ой, я не знал, что у тебя есть дети. Зато я всегда знала, что у тебя нет мозгов. Это дочь моей сестры Алиса. А ты чего опять в зал выперся? А мне коняк нужен? Я же сегодня кондитер. Кто? Это очередной каприз шефа. А, Гузак, ты сегодня будешь работать французским инвалидом. Ты показываешь моего папу. Мой папа тут главный. Это что, дочка шефа? Подожди, так твои сестра и шеф. Получается, ты родственница шефа? Не твое дело. Ладно, я пошел. С тобой еще увидимся. Скажи, это твой жених? С чего ты взяла? Жесткое сердце не обманешь. А ты его любишь, как моя мама моего папу? Вот как твоя мама твоего папу точно люблю. Что, пойдем работать? У нас через час в банке. Спасибо. Алиса. Добрый день. Алиса. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Садись. Алиса, мне нужно сейчас поработать. Ты, пожалуйста, посиди тихонечко, поиграй. Поняла? И само спокойствие, тетя Вик. Умница. Играй. Добрый день. Добрый день. Мы с моей помощницей рады видеть вас в нашем ресторане. Здравствуйте. Какая хорошенькая девочка. А это твоя мама? Нет, тетя. А это твоя дедушка? У меня тоже был дедушка в Новороссийске. Только он умер. А твоя тоже скоро умрет. О, а вот и папа. По-моему, Алисе гораздо интереснее с папой, чем с тетей. Пока, милая. Папина дочка. Пап, давай играть. Давай-ка я сначала посмотрю, как готовят эти инвалиды, потом поиграем. Проследи. Меньше пармезана. Ты карпаччо из трески или из пармезана делаешь? Соус полчаса назад заказали. Шевелись. Ой. Матрилен кто-нибудь поставит в холодильник? Я поставлю, шеф. Ага, шеф. Остался последний штрих. Изуминка. Вуаля. Офигеть. Я это приготовил. Не ты, а я управляю тобой. Как в мультике «Хататуй». То есть ты крыса? Уи. Но, мэр, не важно. Что делают художники, когда заканчивают свой шедевр? Что-что? Жрается. Ну. Ставят автограф. Где мой жидкий шоколад? Ты сожрал? Может, ты сожрал? Не я, а ты. Шеф, ну я уже вроде везде посмотрел, ее нигде нет. Что значит «вроде»? Ищи. Настя, что там у вас? Шеф, Алисы нигде нет. Я уже везде посмотрела. Снится. Шеф, в туалете тоже нет. Шеф, ну я смотрел на внешних камерах, она не выходила из здания. Зачем мне твои внешние? Нужно было на внутренних смотреть. Где она может быть? Внутренние было сказано отключить. Какой баран догадался это сказать? Вы, шеф? Так, хуже уже быть не может. Да нет, может. Да, Тань, да все хорошо. С Алисой хорошо. Давай, давай, приезжай скорее. Ага. Это конец. Шеф, да не волнуйтесь вы так. Как говорили у нас на флоте, мы всю каюту вердном, перевернем, но найдем эту дрянь. Про мышей так у нас говорили. Так, пошел вон отсюда. Про мышей они говорили. Так, тихо все, полная тишина. Молчать! Выключили все приборы. Все заткнулись. Не дышать! Мне нужна полная гробовая тишина. Инвалид. Ага. Вот ты где? Мондиой. Что это? Это шоколад. Ей нельзя шоколад. Ты, инвалид. Я не давал. Я не могу. Я инвалид. Не могу. Не могу. Это не я. Нет, ну. В окно. Ой. А что это у нее на лице? Что, что, одетаясь? Что, раз же вам повторяли. Мне нельзя шоколад. Не уследили. Шеф, там ваша жена пришла, зовет вас. Олесь, как ты думаешь, твоя мама успеет меня убить до того, как пройдут эти пятна? Не знаешь. Лева, ручка, бумагу. Мне нужно писать завещание. Ух, какой классный тот. Нравится? Это я его сделал. Для тети Вики? Почему мы для тети Вики? Папа маме всегда готовил. Значит, папа любит маму. Ну вот. А тетя Вика сказала, что любит тебя. Какие вы, мужчины, слабохарактерные. Я думаю, торт через пять минут уже можно подавать. Это еще что такое? Катастрофа. Спокойно. Я все исправлю. Где Алиса? А мы с ней решили, что она еще со мной на денек останется. Ты же не возражаешь. Ну, если она так решила сама. Ладно, пойдем, я с ней попрощаюсь. Ну, зачем? Я передам. Она там на кухне развлекается. Кстати, она просила передать тебе пока. Так, где Алиса? Что с ней случилось? Все нормально. На кухне играется. А вот врать ты до сих пор не научился. Луи, перебарщивай. Послушай, я только на секундочку отвернулся. Мам, привет! Алиса, подожди, я тебе нос еще не дорисовала. Ты же не будешь нас за это ругать? Привет, моя дорогая. Так, ладно, ну, в общем, пускай остается, только помню, что ей ни при каких обстоятельствах нельзя давать... Виски, я помню. Молодец. За этот маленький торт мы заплатили 100 тысяч. Это у них знаменитый кондитер из Франции. Но это, конечно, все возмущительно. Как они про нас узнали? Не знаю. Предлагаю заплатить и не акцентировать на этом внимание. Согласен. А нам какое-то время придется пожить отдельно. Согласен. За годовщину нашего банка! Ура! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и как? Банкет? Все хорошо. А что случилось с тортом? Ничего. Гости довольны. Ну и слава богу. Поразительно, как много открытий мы совершаем каждый день. Тебе кажется, что человек только и ждет возможности тебя уничтожить, а он спасает тебя. Ты думаешь, что справляешься с целым коллективом, а на самом деле не можешь справиться с маленьким ребенком. Тебе кажется, что он ко всему равнодушен, но понимаешь, что мало знаешь о нем. Слушай, Луид, ты, если что, не обижайся на меня. Я не прав был. То, что ты делаешь, это реально сложно. Оно. Первым да. Подумай, ешь какие-то десертики. Как много открытий нам предстоит. И это здорово. Чуба. Субтитры сделал DimaTorzok